Всем привет, мои друзья! Продолжаем экскурсию по московской пивоваренной компании. Надеюсь, вы посмотрели первую часть. И сейчас продолжим далее. Я уже говорила, что это предприятие очень шумное. И голос экскурсовода я записать не могу. Мы сами, участники этой экскурсии, слушаем экскурсовода по ушку. И чтобы вам что-то рассказать, видимо, я буду рассказывать своими словами, как я поняла. Если что-то я говорю неправильно, пожалуйста, ниже в комментариях поправьте меня. Сейчас мы с вами находимся в варочном цехе. И экскурсовод нам рассказывает, что для производства пива нужны вода, солод, хмель и дрожжи. Солод это таким образом обработанное пророщенное зерно ячменя или пшеница. Солод бывает светлым, темным, жженым или даже карамельным. И от этого даже зависит вкус пива. В этом цехе приготовляют сусло. Сначала солод смешивают с горячей водой. И процесс затирания происходит в таких заторных баках, которые все перемалывают. И получается своеобразная кашица. После сусло отфильтровывают на специальной установке, похожей на гармошку. А что останется, такая дробина, отправляют на ферму, на корм скоту или свиньям. То, что получается на этом производстве, вот именно в этом цехе, это сусло. Это еще не пиво. Сусло охлаждается и поступает на первый этаж в дрожжевое отделение, куда мы с вами сейчас пойдем. В бродильное отделение. Именно там рождается пиво. Там образуется алкоголь, появляется аромат и вкус. В бродильном цехе, ну, совсем не жарко и даже прохладно. И очень шумно. Пиво бродит в очень высоких, узких танках. Содержимое вот в одной емкости танка занимает целый пояс. Далее пиво будет отправляться на фильтрацию. Нефильтрованные сорта этот этап не проходят. Здесь мы остановились около лаборатории, которые занимаются программой контроля производства пива. Ну, там все. Измерение ПАЖ, плотность, подсчет дрожжевых клеток. Вообще полный микробиологический анализ и прочее, прочее, прочее. Вот как раз фильтрационное отделение, где в ходе фильтрации дрожжи окончательно удаляются из пива. И оно становится совершенно прозрачным. Говорят, что если что-то пошло не так в технологии, то до фильтрации пиво еще можно спасти. Если после фильтрации, то уже никак. Это пиво считается испорченным и выливается в канализацию. Вот такое может быть. И что интересно, пиво не любит кислород. И поэтому, если оно долго открыто, то становится невкусным. Поэтому в процессе производства попадание кислорода в напиток пресекают. Кислород допускается только один раз в сусло при добавлении дрожжей, чтобы запустить процесс брожения. В фильтрационном цеху стоит установка специальная, которая окончательно удаляет кислород, попавшая в будущее пиво на этом этапе производства. Готовое пиво разливают по бутылкам, банкам, кегам. Вообще здесь на заводе используют только новую посуду. У них есть оборудование для использования оборотной тары, но говорят, что это обходится дороже, чем использование новой. Поэтому только новая. Ну и несмотря на то, что банки, бутылки новые, их все равно проверяют здесь еще раз. Потому что могут возникнуть в процессе транспортировки еще какие-нибудь микротрещины. И это может сказаться на качестве пива. Сам завод выглядит очень чисто. Здесь все красиво, чисто, все блестит. Коридоры переходные покрашены, там висят картины какие-то. Вообще все максимально автоматизировано. Здесь вообще минимум персонала. Надо сказать, что московская пивоваренная компания вышла на российский рынок напитков с продуктами собственного производства где-то в сентябре 2008 года. В состав компании входит вот этот современный пивоваренный завод, собственные депстебютерные логистические центры и расположенные вот у нас здесь в городе Мытищи в экологически чистом районе. Сейчас завод выпускает несколько своих марок, производит несколько видов иностранного пива по лицензии. Ну и занимается, конечно же, не только пивом. Выпускает и безалкогольные сокосодержащие напитки, например, апельсиновый напиток. В самом начале, когда завод запустали, то пиво вышло на рынок по самой низкой цене, чтобы каждый мог купить, попробовать. И тогда завод работал себе в убыток. Позже, когда люди уже распробовали, цена стала постепенно подниматься, пока не достигла нормального рыночного уровня. Ну, после того, как палец зашел на склад, вы знаете, что штабелеры там собирают, у них есть задания, куда это... Штабелеры ездят только между видами. Вот такие погрузчики подвозят эти палеты и далее уже, или же, наоборот, погрузчики забирают. Сколько здесь продуктов заходят с этой палетой? 35 тысяч палет может хранить вклад. Если смотреть, да, циркозиво может выпускать 30 тысяч... Ну всё, ребята, оценив весь процесс производства, мы всей группой идём оценить результат на дегустации в баре. Нам всем дали на выбор попробовать 4 вида пива. Я вам показывала, что нам всем раздали браслетики. На браслетиках есть 4 фишки. И вот в обмен на фишку можно получить стакан какого-то пива. Шигули барная паста, для этой полной чешской лады. Шигули пшеничная, это пиво нефиксированное. Хамон, гиппензинская, классика в чём варенье. Если вспомнить, я вам говорил только цветовый золотый горький пель. Эль-магнатый шмель, это первое крафтовое пиво, которое было свалено нашим главным пивоваром. Вот, разработанное до дизайна этикетки и крышки. И вот здесь, без всего, это вот как раз-таки балантань. Сейчас вам покажу, что такое лавитный эффект. Я обещала сделать это. И сейчас мы сами посмотрим, что происходит в стакане. Жигули, банная, без алкоголь, у меня вдруг кто-то алкогольный не пьёт, пожалуйста, без алкоголь. Кто хотел попробовать в стакане алкогольный, не пьёт. Макса Джесс, Манга Лича, и хамобники Лензика. Да, смотрите, что... Я вам обещала рассказать, в какой очерёдности, да? Жигули барная, так, а экспортного магазина нет? Нет, да? Жигули барная, дальше идёт хамобники Пельзенская. Это вот в какой очерёдности лучше попробовать, да? Чтобы вы не забили свои рецепторы и смогли определить, какие вкусовые качества, как различаются пива. Хамобники, кеплого нет у нас, эль-махнатый шмель, Жигули пшеничная, Жигули Ипа, мотор крепкая, хотя бы я мотор крепкая поставила перед Жигулями Ипа, потому что это считается классикой пиломаренья. Но это лично сугубо моё мнение. Жигули барная, баркерная, балантайн. Так, а где у нас хамобники нету прям, нету, 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 вам предложить, вот, слушайте, это выходные, так, все вообще нормально купили, это прям, ну, обалденный форт. Макси Джекс, вот это вот в конце нужно пить, и Жигули барная, маракуйя, вот такие напитки нужно пить лучше в конце. Потому что, если вы вначале попробуете, вы забьете себе все рецепторы, но, если вы, как бы, любитель, да, вот таких сортов, то, пожалуйста, никто не запрещает. Начинать с них. Что будете? это, оно, в самом начале, где-то? Нет, вот это начало, вот это начало, вот это начало, потом переходим. Вот это, потом вот это, вот это, да. Ну, что было? Сначала что хотите попробовать? Сначала уже. А потом? А потом? Лучше тогда вот это. Тогда с этого лучше. Угу. Угу. Нет, оно просто в начале, когда вот стоит, оно может пениться, теплое. Это нормально. Хм, я его с фирмой. С фирмой надо сказать. Никто не против. Смотрите, если кто-то, да, с фирмой, если кто-то там не сможет, да, полный стакан, говорите мне сразу, мне половиночку. Я не особо разбираюсь в пиве, поэтому не буду вам ничего советовать. Если у вас есть возможность, то приезжайте сами, попробуйте, выбирайте, спрашивайте, задавайте вопросы. В общем, полезная экскурсия. Советую. А в заключении, после того, как мы сдали браслетики, нам взамен браслетиков, выдали такую баночку пива. Ну, браслетик можно себе оставить, тогда без баночки пива. Ну, вот и все. На этом я с вами прощаюсь. Всем всего доброго. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok